Месяц семьи Ими что-то делать Я специально одну руку занимал микрофоном Чтобы сильно руками там Нет, а теперь я, видите, развязан Теперь моей жене Есть чего говорить После проповеди Слава Господу Добавилось еще и для нее работы Аллилуйя, слава Господу И мы назвали Месяц семьи Сергей, давай сегодня Сделаем по-другому У тебя там был орган такой пищащий Пищит он как-то А ну-ка найди его Во, классно И ты будешь сидеть, слушать проповедь И вот когда тебе что-то понравится Ты запищишь Или когда Какая-то важная мысль На твой взгляд, вот сегодня ты будешь подчеркивать Важные мысли Шутки там и все остальное А то когда ты А в конце, когда вот в конце Я скажу, ты уже там создашь Такую Ну, минорную обстановку Чтоб люди слезу пустили Ну, короче, вот так сегодня Срежиссируем А то у нас вся проповедь В минорном стиле И те, кто в плохом настроении Они пишут Какая классная проповедь А кто в хорошем настроении Они там что-то Недовольны немножко Дадим сегодня каждому Выбрать свое настроение Аминь Слава Богу Итак, мы назвали этот месяц Месяц семьи И мы говорим много о семье И вот в конце должна была Состояться конференция Куда должен был приехать Наш епископ Николай Игоревич Залуцкий Но, к сожалению Он вчера позвонил Какие-то обстоятельства Которые не позволят ему приехать Им с женой Для нас это потеря Для нас это, ну, как бы, огорчение небольшое Потому что мы ожидали Не в том, что он не приехал А в том, что не может состояться конференция И поэтому молитесь сегодня за пастора Я не знаю, какие у него там обстоятельства Но все равно что-то серьезное Наверное, не позволило ему Он не просто так Даже если он там простыл Он все равно бы приехал А здесь что-то серьезное Я, к сожалению, не знаю, что Но молюсь о нем И вы тоже молитесь о пасторе И тогда буду проповедовать я В последнее воскресенье Вот думаю, размышляю О чем проповедовать Либо о финансах И либо о сексе И для меня и финансы, и сексы Как-то рядом стоят, понимаете И о том, об этом не получится Друзья мои, по-любому Да Между ними связи нет Между финансами и сексом Это только у жен есть связь Не знаю, каким образом они ее находят Вот Ну как-то находят И мужчина понимает Что эта связь иногда существует Но только иногда И вот я буду молиться И вы молитесь Вот сегодня о финансах Тоже важно говорить Но знаете Некоторые возмущаются Когда пастора говорят о сексе А у меня вот такое в сердце А где еще слушать об этом Как не от священника И некоторые смущаются В этих вопросах О, зачем вы нам тут это проповедуете Подождите, ну а где вы будете слушать? Пусть к сексопатологу пойдут Они вам такое расскажут Друзья мои Лучше не ходите туда Никогда Никогда У нас должны быть святые отношения И наше ложе должно быть непорочно И никто из сексологов сегодняшних Вам не расскажет Как это сделать Эти отношения Библия регулирует И о них не надо стесняться И знаете Эти отношения сегодня Ой, я уже начал проповедовать Я уже выбрал проповедь Если что Надо остановиться Всем так интересно стало Нет, друзья Мы остановимся На следующее воскресенье Сегодня мы поговорим о другом Мы уже говорили с женщинами О том, как быть матерью Как быть хорошей женой Как просто быть женщиной Мы сделали 8 марта Такую мини-женскую конференцию Или встречу И кто на ней был женщиной Вы, наверное, были благословлены Были благословлены? Да, дайте аплодисменты Мало было, сразу видно Но кто не был, те пожалели Да, да Вот они похлопали тоже Слава Богу Мы говорили с мужчинами 23 февраля У нас было здесь Собрание мужское Мы обращались к мужчинам Мы говорили с ними Как быть отцами Как быть мужьями Как быть братьями Как просто быть сильным Крепким Мужчиной в Иисусе Христе И то, что наш эталон Которому мы подражаем Сегодня Иисус Христос И не Арнольд Шварценеггер, друзья Видели, Арнольд Шварценеггер построил И он уже не эталон никакой А вот Иисус, он вечно живой Друзья мои Его ценности Они вечные Они не стареют В любое время Поэтому, мужчина Подражайте Иисусу Христу И никогда не ошибетесь Мы говорили о том Что двоим лучше Нежели одному Мы сказали, что Все-таки Идеальная атмосфера Пребывания Человека Это семья Вот в ней В семье Он как растение В хорошей почве Там он Больше всего Получает Нужного и полезного И больше всему Учится Именно Когда он находится В семье И вот в одиночестве Человеку плохо Мы говорили Вот пастор Олег Он говорил о том Что в наших семьях В христианских семьях Не должно быть развода Сергей, ты не забывай Ты это там Это Там Я вроде пару мыслей Нормальных сказал Нет, Сергей Не сказал Ну ладно Хорошо Так сейчас пробуй Что-то я Что-то я поспешил Сергей, если что Я тебе поставлю Кого-нибудь там рядом Чтобы подсказывали Вот Вот сейчас можешь Даже сделать Вот так Вот мало видишь Как классно Здорово Супер Вот И пастор Олег Он говорил о том Что в наших семьях Не должно быть разводов И я согласен с ним И дьявол Сатана Он будет атаковать Он мужу будет показывать Лучшую избранницу Жене лучшего партнера Что он не достоин Он не столько зарабатывает Или еще что-то Не такой накачанный Или наоборот перекачанный Не важно И он лжец Знаете Дьявол Он лжец Он дома Тебе будет показывать То, что Ты сделал неправильный выбор И когда ты глядишь На своего супруга Или супругу И ты думаешь Я сделал неправильный выбор Потому что у нас Не сходится характер Или еще что-то Это дьявол лжет А в спортзал В который ты будешь ходить Ты увидишь там Какую-нибудь другую девушку И будешь говорить Вот она Девушка моей мечты Она такая же Как и я Ходит в спортзал И даже делает Такие же упражнения Как и я Наверное нам с ней Будет хорошо Это дьявол Это не бог Друзья мои Сразу прекращайте Ходить в спортзал Или ходите с женой Я уверен Что кроме гантелей Когда вы пойдете с женой Вы ничего видеть Больше не будете там Это гарантированно Друзья мои Сто процент Либо ходите Рано утром Когда в спортзале Никого нет Или рано утром Почему-то в спортзал Приходят одни страшные Наверное Страшные Толстые Ну которые не спортивные Наверное для того Чтобы их никто не видел Я тоже хожу утром Кстати Ну да Вот так вот как-то Поэтому Наши семьи Вот Такое Слава Видите Чуть-чуть там Сергей помогать стал Ну и что Мы разморозимся Друзья мои Будет интересно Не знаю Сегодня пробовать Будет Не будет Но будет интересно Но она уже идет Если что Это я уже Проповеду Это вступление Было Все хорошо Ну еще будем тренироваться Вот Друзья мои А сегодня я хочу Поговорить О родительстве Поговорить о нас Как о родителях Посмотрите Книга Бытие 1.28 Господь сотворяет Человека Сотворяет мужчину Сотворяет женщину Обращается к ним И говорит И благословил их Бог И сказал им Бог Плодитесь И размножайтесь И наполняйте землю И обладайте Ею Вот Бог Создал мужчину И женщину Поставил их перед собой Благословил Мы говорим Что это благословение Как будто бы он Или не как будто бы Создал семью И он говорит Назначение этой семьи Он говорит Плодитесь И размножайте И наполняйте Эту землю И я точно хочу сказать Что здесь речь не идет О садоводчестве И огородничестве Здесь речь идет О рождении детей Именно через рождение детей Бог усмотрел для нас Наполнять эту землю И обладать этой землей Когда мы наполняем Эту землю Своими детьми Нашими детьми Мы начинаем обладать Этой землей Интересный факт Что сегодня Мусульманские Или мусульмане Они рожают Очень много детей Их семьи Они насчитывают По пять По шесть По семь человек И они естественным путем Сегодня завоевывают Европу И завоевывают Сегодня Америку И люди сегодня Христианского мира Встревожены Потому что уже К двадцать четвертому году Если мы христиане Ничего не сделаем Число мусульман Превысит число христиан Сегодня они Естественным путем Наполняют эту землю И завладевают ей И начинают обладать Этой землей Мы сегодня христиане Сократили число Рождающихся детей Потому что сегодня Много проповедей Звучит об успехе Мы сегодня Хотим быть успешными А дети Мешают Мешают В карьере Мешают Зарабатывать Потому что Им нужно Уделять Должное время Им надо Много времени Для того Чтобы их воспитывать Но знаете Бог задумал так Чтобы мы с вами Рожали детей И были родителями Знаете почему? Потому что он сам родитель Он сам отец И он хочет Чтобы мы с вами Испытали те же чувства Которые испытывает он Чувства родительства Он хочет Чтобы у тебя Были чувства родительства И ты через это Становился подобным ему Быть родителем Или возрастать в родительстве Это значит Становиться подобным ему И сегодня тема проповеди Называется так Родительство Это благо Или быть родителем Это благо Друзья мои Это не обуза Это не бремя Это благо Это в плане Божьем Это план Божий Чтобы ты и я Мы были с отцом Или матерью И испытывали Те же родительские чувства Которые испытывает Бог к нам Слушайте Бог имел Единородного сына И однажды Он послал его В этот мир Потому что он так Возлюбил этот мир Что отдал сына Своего Единородного И он отдал его Для того Чтобы тот Кто Свяжет жизнь С сыном его С Иисусом Христом А я надеюсь Что здесь все Таковые Которые связали Свою жизнь С Иисусом Христом Они были благословлены Ты благословлен сегодня? Потому что Иисус В твоей жизни Правда? Ну знаете Иисус конечно Сущный Богу Но если перевести На наше родительское понимание То Бог Отец Таким образом Это образно говорю Воспитал своего сына Что он стал для нас Благословением Вот задача Нас как родителей Чтобы мы Воспитали Своих детей Таким образом Что однажды Отдав их Из своих семей Когда они создадут Свои семьи Они стали для кого-то Благословением Чтобы не проклинали тебя За то Какую ты воспитал дочь Или чтобы не проклинали тебя За то Какого ты воспитал Сына И ты тоже не краснел Скажешь Вот достался подарочек Кому-то Подарочек Так подарочек Или чтобы ты Не так жил Чтобы сбагрить Из своего дома Своего ребеночка И пусть теперь Пристроил его В хорошую семью И пусть теперь Другие У других голова болит У меня теперь Голова не должна болеть Я уже свое дело Сделал Я с тещей Всегда так шучу Говорю Послушай дорогая Ты в 14 лет Свою дочь Отправила учиться В училище В 14 лет Ты избавилась от нее Ей сегодня Не буду говорить 18 Не 18 28 возьму Да Ну и чуть больше Я говорю Послушай Я уже большее Количество времени С ней Твое воспитание Уже не работает Я говорю Ты мне должна Теперь Ага Согласна Понимаете Да Вот Сергей Здесь надо Очень Ну ты опаздываешь Постоянно Сергей Не опаздывай Проснись Вот друзья мои И мы видим Псалтирь 126 3 и 5 стих Нам говорят Вот наследие От Господа Дети Награда От Него Плод Чрева Что стрелы В руке Сильного То сыновья Молодые Блажен Послушайте Написано Блажен Или счастлив Человек Который Наполнил Имя Колчан Свой То есть Счастлив Человек У которого Много Детей Даже Не одну Стрелу Он положил В колчан А наполнил Колчан Этими стрелами Не останутся Они в стыде Когда будут Говорить С врагами В ротах Мы видим Из Солма Что дети Это награда От Бога Друзья мои Награда И они даны Нам для Нашего же Блага Написано Ибо родитель Друзья Это благо Это не проклятие Даже тогда Когда твой Ребенок Не дает тебе По ночам Спать И ты Лишился Сна Он очень Беспокойный У кого-то Дети Спокойные А у кого-то Беспокойные И на какой-то Период Ты забываешь Про сон У тебя Красные глаза Синяки Под глазами Но это Все равно Благо Знаешь Даже благо Тогда Когда твои дети Входят В подростковый Возраст И ты Переживаешь Вместе С ними Этот Юношеский Максимализм Когда они Перестают Тебя Слушаться Когда они Делают Тебе Все Наперекор Не так Как ты Хотел Это тоже Все равно Для родителей Благо Благо Тогда Когда твой Птенец Выпал Или его Вытолкнули Из гнезда И он тебе Звонит Только тогда Когда у тебя Закончились Деньги Или у него Закончились Это классно Я пророчески Сказал про себя Что мой Будет сын Звонить Когда у меня Закончились Деньги Здорово Сергей Дай здесь Хорошие Аккорды Вот это Вот Сын Поэтому Не забудь Про это Но на самом деле Оно бывает Так что Наши дети Звонят Нам Взрослые Когда у них Закончились Деньги Солдат Пишет Письмо Маме Мама Вышли Сало Здравствуй Мама Вы понимаете На первом Месте Сало А потом Здравствуй Мама Так бывает И даже в таком случае Это для тебя Благо Скажешь Почему Пастор Потому что В этом формируется Характер Бога Когда мы Тоже так же Поступаем Как наши дети С нашим Господом Когда мы берем Награду Когда мы берем Подарки Отходим от Него Забываем про Него Благодарить Забываем Непослушно Ему И Бог Тоже Он родитель И Он хочет Чтобы мы Это родительство Ощутили На себе И наша задача Сегодня воспитать Детей Которые станут Благословением Для других людей Сегодня беда Когда невоспитанные Дети Становятся На должности Руководителей И вы сегодня Наверное По роду своей жизни Сталкиваетесь С такими хамами С такими людьми Которые Недостойны Порой Должности Руководителей Которые ведут себя Не на благо Своего народа Мы даже их избрали А они не поступают Во благо Своего народа Они поступают Во благо Себе Они эгоисты А кто-то из вас Когда-то вышел замуж Или женился На таковом А может быть Ваш брак распался Или до сих пор Живете и мучаетесь Знаете Живете и мучаетесь Знаете с кем Посмотрите В зеркало И вы увидите С кем вы мучаетесь Или кто с вами мучается Друзья мои Прости моя жена Что ты мучаешься со мной Она-то Я-то с ней счастлив А она со мной иногда мучается Вот Ее мама Наверное Лучше воспитала Хорошо, друзья И мы должны Воспитать Таких детей И вот критерии У родителей Они не всегда Высоки Многие из нас Думают Что наши дети Должны стать В жизни успешными И пускай В их жизни Будет только порядок Вот упорядоченная жизнь Для нас уже Ну как бы Благословение Как для родителей Увидеть наших детей Чтобы в их жизни Не было беспорядка Хотя бы Чтобы в их жизни Они создали брак Один раз и навсегда Чтобы у них были Какие-то финансы Чтобы у них была квартира Был какой-то достаток Вот этот порядок Пришел бы В жизнь наших детей И для нас Как для родителей Этого уже достаточно Кто-то хочет большего Кто-то хочет Чтобы их дети Закончили Какие-то определенные Вузы И занимали Какие-то позиции Чтобы они возрастали Чтобы они становились Людьми Влиятельными Чтобы в их жизни Все складывалось хорошо Друзья мои И это неплохо Кто-то хочет Чтобы в спорте Они что-то достигли Кто-то в искусстве Мы ставим Сегодня перед собой Вот такие цели В воспитании детей Но этого ли хочет Господь Друзья мои Этого ли сегодня Хочет Господь И мы порой даже Не задумываемся А что сегодня Хочет Господь Для наших детей Потому что у нас Свои мечты И эти мечты В большей степени Они исходят Из наших Собственных потребностей Из нашей Нереализованной жизни Ты чего-то Не достиг в жизни И сегодня ты хочешь Через ребенка Это достичь Поэтому сегодня Наши дети И на фиктовании И в шахматы играют И плавают И плавают вместе С шахматом И рапирой вместе И при этом Еще под водой В наушниках Английский язык изучают И чтобы они Все умели А я хочу спросить тебя А ты в его годы Что делал? Не важно Что я делал Я упустил это все А теперь все наверстаю И наверстаю Именно в нем У него тоже есть детство У него детство есть Как у тебя оно было А ты его лишаешь Этого детства Ну что хочет Господь Для наших детей И вот Моисей Который вывел народ Израиля Который общается с Богом Он перед своей смертью Обращается к Израилю И говорит Самое важное Что может иметь человек Он говорит такие слова Ишмаэль Израиль называется Слушай Израиль Это самая важная молитва Для евреев Слушай Он говорит Израиль Господь Бог наш Господь един есть Скажи аминь Аминь И люби Господа Бога твоего Всем сердцем твоим И всею душою твоею И всеми силами Твоими Второзаконие Шестая глава Четвертые и пятые тексты С этими словами Бог обращается Сегодня к нам И призывает нас Любить Его Того, кто создал Все, что окружает нас Все сущее Который создал нас самих И Он говорит Любить Его Всем своим естеством Всей своей силой Всей своей крепостью И Он говорит Вот самое главное Для человека Позже Иисус Ссылается на слова Моисея Как на одну Из величайших заповедей Вообще В человечестве Он говорит Самая большая Великая заповедь Это всей силой Всей крепостью Всем разумением Любить Господа Послушайте меня, друзья Если человек Обретет все богатство мира Если человек Станет самым известным В мире человеком Если он достигнет Всех целей Если он выразит В своей жизни Все ваши родительские мечты Но упустит одного Не будет любить Бога Он неудачник Он неудачник Это ничего не значит Он просто неудачник В глазах Божьих Поэтому Мы должны Воспитать наших детей Таковыми Чтобы они любили Бога Вот что мы должны им привить Любовь к Господу Если ты сможешь Привить им Любовь к Господу И он будет Всем своим естеством Всем своим естеством Всем своей силой Душой Разумением Любить Господа Он будет Самым успешным человеком Халлилуйя Нет большего счастья Для родителей Как видеть детей Ходящих в Господе Халлилуйя Как нам это сделать? Каким образом? И Моисей четко Поясняет в своем послании Что для этого Мы как родители Должны сделать Посмотрите Второзаконие 6 6 по 9 стих Он говорит И да будут слова сии Которые я заповедую тебе сегодня В сердце твоем И в душе твоей И внушай их детям твоим И говори о них Сидя в доме твоем И едя дорогою И ложась И вставая И навяжи их в знак На руку твою И да будут они Повязку над глазами твоими И напиши их На косяках Дома твоего И на воротах Твоих Посмотрите Во первых Мы видим В этих стихах Нам как родителям Для того чтобы научить детей Любить Господа Нужно иметь Слово Божье В своем сердце И в своей душе Они даже не в Детях Не в ребенке В твоем Должны быть Прежде всего А в тебе самом Вы знаете Сегодня когда ты Анализируешь Обстановку в церквях Ты видишь Дети Которые сегодня Отошли от Господа Это та категория детей Которые не видела В жизни своих родителей За их послушание За их хождение в Боге Благословение И награды от Бога Они не видели Просто эти люди жили Они может быть читали Писание Может быть они ходили в церковь Но вот этой связи С Богом Не было достаточно Чтобы благословение Изливалось на эту семью Чтобы дети Они видели Что Бог За то что его родители Послушно ему За то что его родители Исполняют заповеди его Бог благословляет Эту семью Бог благословляет Моего папу Бог благословляет Мою маму Я вижу Что мой папа Он постоянно на коленях Он постоянно молится Вместе с нами Он читает Библию У него слово в сердце Он живет Стандартами этого слова Его слово не только по утрам Когда он сделал себе В план 15-20 минут Прочитать Библию И убежал на целый день А дальше его слово Матершинное На работе Ну такая обстановка Друзья мои Это каждый день 24 часа в сутки Жить Словом Божьим И даже во сне Тебе должны сниться Пророческие сны Или ничего Потому что Бог Дает Любящим его Крепкий сон Если тебе снится Всякая белиберда Подумай Что ты делал В течение дня О чем ты думал И ты увидишь Что ты думал Вообще не о Слове Божьем Мы должны Ходить в Слове Божьем Мы должны Возрастать в Слове Божьем Мы должны Постоянно Быть Словой Божьем Оно должно быть В нашем разуме Оно должно быть В нашем сердце А ты избытка сердца Будут говорить Наши уста И поэтому Оно должно быть На наших устах Ты должен жить Стандартами Слова Божьего И дети должны Это видеть Они не должны Тебя видеть Только в церкви Живущем по Заповедям Божьим В церкви ты один Дома ты другой В церкви ты хвалишь Пастора А дома ты костеришь Пастора А дети Это все слышат Так не получится Они уйдут Но если дети Будут видеть Что ты живешь Стандартами Слова Божьего И Бог тебя Благословляет Даже в своем Непослушании Они уйдут Из дома твоего Однажды Может такое быть И такое бывает То сидя У свиного корыта Они вспомнят Что в доме отца Даже у слуг Много хлеба И это подтолкнет Их для того Чтобы вернуться В дом отца Они будут искать Счастье В разных уголках Этого мира Но нигде Они его не найдут Как только у ног Господа Потому что только Бог благ И только он Благословляет Дьявол может Благословить На время Но лишь для того Чтобы больше Забрать у тебя Дьявол Даст тебе чего-то Даст достигнуть И сегодня мы видим Как он дает Достигнуть Каких-то результатов Людям Но только лишь для того Чтобы больше Забрать у них И прежде всего Их душу И многие продают Душу дьяволу За успех За финансы За все такое Но Бог не такой Он благословляет Потому что он Любящий отец И он всегда Тебя переводит Из славы в славу Из силы в силу Из веры в веру Потому что Он любит тебя И он не оставит тебя И не покинет тебя И ты всегда Будешь переизбыточествовать Хлебом Если ты будешь Ходить в Слове Божьем Аминь Второе Научить любви Богу Наших детей Или научить любви К Богу Наших детей Мы можем лишь Только в тесной Взаимосвязи С ними Это не так Что ты пришел Вспомнил о своем ребенке Дал ему Библию И сказал На читай А ты ходил На домашку Молодежную А ты был сегодня В церкви А ты это делал А ты это делал Дети так не научатся Мы должны быть с ними Во взаимосвязи Ты должен с ними Вместе молиться За еду Ты должен с ними Вместе ложиться Спать Когда если он маленький Читать вместе с ними Библию Ты вместе с ними Едешь в машине И ты разговариваешь Ты говоришь о Боге Ты идешь в магазин Вместе с ними И ты разговариваешь О Боге Ты идешь в кино Вместе с ними И ты разговариваешь О Боге Ты в церковь Вместе с ними ходишь И ты разговариваешь О Боге И вот в такой Прямой Или тесной Взаимосвязи Со своими детьми Ты их сможешь Научить Любви Божьей А если ты будешь Им говорить Вот это делай Но сам этого Не делаешь Никогда Ты никогда не научишь их. Дети учатся не от наших правильных слов, а от наших верных поступков. И только так. Знаете, это самое глубокое или большое заблуждение, говорить детям, как не надо делать. Просто вы им говорите, вот так не делай никогда. Отец стоит в сигарете, смотрит на ребенка и говорит, никогда не кури, а то будешь, как я, кашлять. Или берет стакан с горячительным напитком, махнул его, занюхал, посмотрел, никогда не пей. Друзья мои, первое, что он сделает, когда вырастет, выпьет этот стакан и возьмет эту сигарету. Знаешь почему? Потому что он хочет быть похожим на тебя. И он знает, как быстро стать взрослым. Это делать то, что ему запрещают делать. Потому что только взрослые делают то, что запрещают нам, детям. Как дьявол сказал? Нет, нет, Бог вас обманул. Когда съешь, ты станешь, как твой папа. Вот он на что купил Еву. Она хотела быть, как их папа. У него были хорошие намерения. И наши дети, они хотят быть, как папа. Они хотят быть, как мама. А мама с сигаретой. Ты так не делай никогда. Это плохо. Так не получится воспитать детей. Ты знаешь, я Библию не читаю, но ты читай. Я потому что работаю, я обеспечиваю семью. Ну и что, что ты не видишь меня, читающим Библию? Я в церкви читаю. Ты же не видишь, как я в церковь хожу? Это ребенка не впечатлит. Он должен видеть твои поступки. Он должен видеть, как ты трудишься. Тогда он будет хотеть подражать тебе. И это методы. Я вам назвал методы, которыми мы можем воспитать детей. Первое, чтобы воспитывать детей, ты прежде всего сам должен иметь Слово Божье в сердце своем, в душе своей и поступать по Нему. Четко поступать по Нему. И дети должны видеть благословение. Поэтому всегда в семье свидетельствуйте при детях, когда вас Бог благословил. Не делайте так, что они ничего не понимают. Если ваш Бог благословил, собрали семью, поставили, скажите, дети, давайте сегодня поблагодарим Господа, потому что Он благословил папу. Он сегодня дал папе 10 миллионов заработать. Ура! И папа теперь вам чупа-чупсы купит. Слава Богу! Аминь! Папа, они сразу послушали, папа, 10 миллионов и чупа-чупсы, что-то как-то это. Давай хоть на игрушку раскрутись на очередную. Вы говорите им о том, что ваш Бог благословляет. Вы думаете, они в 4 года догадываются о том, что они живут хорошо, потому что ваш Бог благословляет? Ничего они не догадываются. Они даже не задумываются о том, что в холодильнике есть продукты. Они дети, поэтому Иисус говорит, будьте как дети. Слушайте, у кого дети до 10 лет? Есть, да? Пару-тройку человек. Скажите, они часто вам задают вопросы, как вы зарабатываете деньги? А кому дети задали вопросы, сколько стоят продукты, которые они едят? А кому задали дети вопросы, сколько стоит одежда, которую они носят? Вам в 10 лет задали вопрос до 10 лет? В 6 лет? Ну, он просто лиханул, что-то у него там залетело. Не то посмотрел. Я же сказал, каждый день задают. Они не задают таких вопросов. Знаете почему? Потому что их упование в родителях.